Владимиру Владимировичу Путину, председателю партии, председателю правительства Российской Федерации. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые участники съезда, дорогие друзья, уважаемые граждане России, я благодарю всех вас за поддержку. Признателен Дмитрию Анатольевичу Медведеву, съезду Единой России за выдвижение моей кандидатуры и предложение баллотироваться на должность президента Российской Федерации. И, конечно, с благодарностью это предложение принимаю. Спасибо вам. Уже через несколько дней, через неделю состоятся выборы в Государственную Думу. В марте выборы президента Российской Федерации. Затем последует формирование правительства России. По сути, это единый цикл полного обновления федеральной власти. За прошедшее десятилетие нам удалось создать необходимый фундамент для будущего нашей страны. Сделано действительно немало, и сегодня об этом коллеги и Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас убедительно говорили. Огромный по важности этап восстановления России пройден. Создана основа для стабильного и устойчивого развития страны. Наша задача теперь построить на этом фундаменте сильную, богатую, благополучную Россию. Россию 21 века. Россия! 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 Вот когда скандируют Россия, Медведев Путин, ладно, спасибо. Но когда Россия, должен звучать весь зал. Ну-ка еще раз. Россия! 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 Вот. Россия! Спасибо. А Россия не раз, не раз в своей истории ставила перед собой великие цели. И добивалась успеха, и побеждала, объединяясь вокруг наших общих ценностей, которые составляют суть нашего национального характера. Что это за ценности, что это за истины? Это самые простые вещи. Это эти ценности – правда, достоинство и справедливость. Победа над любой несправедливостью, уважение к достоинству каждого человека, правда в отношениях между обществом и государством. Сегодня очевиден главный запрос граждан России – обеспечить справедливость. В самом широком смысле этого слова развитие страны должно происходить для людей, а не за счет людей. Каждое наше решение, каждый шаг должны отвечать интересам абсолютного большинства граждан нашей страны. Основополагающий принцип любых преобразований и реформ – беречь людей, а значит, сохранять, беречь будущее России, создавать будущее России. Нам нужно обеспечить не только прирост численности населения страны, но и повышение качества человеческого потенциала. Нас должно быть больше, и мы должны быть сильными, эффективными и конкурентноспособными во всем. Убежден, именно такая формула призвана стать основой стратегии России на ближайшие десятилетия.